Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Майке в студии Антон Грабарев. Председатель Совета директоров по ОММК Виктор Рашников посетил площадку проекта и высоко оценил ход строительных работ. Вторая очередь проекта притяжения – это 90 гектаров парковой территории, которая будет открыта для жителей и гостей города ко дню Металлурга уже в июле этого года. В числе самых интересных объектов – видовой холм и большое озеро. Тем временем строительные работы не мешают гостям наслаждаться первым зимним сезоном в истории городского курорта притяжения. Работают информационный центр, фудмол, открыт каток, прокат спортивного инвентаря, детская площадка, ледяной городок, горки, а также другие развлечения. Только в январе парк посетило более 30 тысяч человек. Практически каждый день здесь проходят различные мероприятия – от мастер-классов и живых выступлений артистов до детских анимационных праздников. И в эту субботу, 4 февраля, на территории притяжения пройдет фестиваль «Валенки», посвященный дню рождения ПАО ММК. Старт события в 12 часов на площади бульвара около фудмола. На время проведения фестиваля с 10 до 15 часов вход на каток свободный. Есть возможность выиграть билеты на хоккейные матчи команды «Металлург», которые вручит легенда хоккея Сергей Мазякин. Гостей ждет разнообразная программа – соревнования по хоккею в «Валенках» и волейболу на снегу, выступления всенародного коллектива «Марьюшка» и ансамбля русской и казачьей песни «Околица». На Южном Урале покажут один из последних фильмов с участием Сергея Пускипалиса. Актер некоторое время жил и работал в Магнитогорске. На днях депутаты городского собрания Магнитогорска утвердили название улиц города. Одной из них присвоили имя Сергея Пускипалиса, который трагически погиб осенью прошлого года, когда вез автомобиль на Донбасс в подарок защитникам Родины. В Челябинске и Магнитогорске пройдет показ фильма «Портной из Бруклина», где одну из своих последних ролей сыграл Сергей Пускипалис. В Магнитогорске премьера фильма пройдет в Драматическом театре 10 февраля в 18.30, а в Челябинске – в кинотеатре имени Пушкина 18 февраля в 18.30. Жители Южного Урала с января начали получать новое единое детское пособие. В общей сложности было перечислено почти полмиллиарда рублей. Сумма составила 446 миллионов рублей. Такие данные представили в отделении Социального фонда России по Челябинской области. Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал Госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка. Прокомментировали в отделении Социального фонда России по Челябинской области. Напомним, единое пособие на детей заменило собой сразу несколько мер поддержки семей. Ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до семнадцати лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам. В Магнитогорском центре охраны материнства и детства появился новый УЗИ-аппарат экспертного класса. С его помощью уже проводят обследование маленьких пациентов. По словам специалистов, медтехника позволяет максимально точно диагностировать острую хирургическую патологию, обследовать все органы тела, а также получить высококачественное цветное изображение. Кроме того, с помощью УЗИ-аппарата проводят микроскопические исследования, выявляя патологические образования размером 1-2 мм. Таким образом, в отделении ультразвуковой диагностики Центра охраны материнства и детства два новых УЗИ-аппарата экспертного класса. Первый поступил еще в 2021 году. Качественное оборудование позволит специалистам эффективнее проводить диагностику. Еще одного водителя в Магнитогорске привлекли к уголовной ответственности за управление авто в нетрезвом виде. Приговор вынесен 32-летней местной жительнице. Она попадалась пьяной за рулем неоднократно. Так, в мае прошлого года ночью автоледи с признаками алкогольного опьянения остановил инспектор ДПС. Проходить медицинское свидетельствование дама не пожелала. При этом ранее она уже привлекалась к административной ответственности за такой же отказ. Нарушительницы вынесли приговор. Суд учел положительные характеристики, а также то, что на иждивении у нее маленький ребенок. Женщину отправили в колонию поселения сроком на 40 суток. Право управлять транспортным средством она лишена на три года. 11 февраля в экологическом парке состоится 41-я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В соревнованиях участвуют профессионалы и спортсмены-любители. Регистрация участников проходит до начала каждого забега. Спортсменам нужно принести паспорт или свидетельство о рождении. Полис ОМС, допуск с соревнованием от врача, страховку от несчастных случаев. Торжественное открытие в 12 часов. И о погоде. Сегодня в Магнитогорске 14-17 градусов мороза. Ветер северо-восточный и северный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление высокое – 730 миллиметров ртутного столба. С вами была программа «Вести Магнитогорск». Хорошего дня!